здравствуйте друзья в нашем сегодняшнем выпуске греческий внж для цифровых кочевников стагнация на европейских рынках новый гид от приан усложнившиеся переезды в европу серьезная проблема и для тех россиян кто уже имеет там недвижимость и для тех кто в принципе хочет связать жизнь со странами старого света неделю назад говоря о еще сохраняющихся возможностях для иммиграции и просто облегчение поездок мы рассмотрели три европейские программы для финансово независимых лиц сегодня а греческой схеме для цифровых кочевников когда эту программу запускали а это была осень 21 года мы жили в другой реальности никто и подумать не мог что греческая схема будет столь востребованной но уже в прошлом году она таково и стала во многом это произошло из-за лояльного подхода греков digital намадами они считают не только айтишников но вообще всех кто может трудиться удаленно напомню базовые параметры для заявителя подтвержденный доход после уплаты налогов трудовой договор в свободной форме в нем кстати явно должно быть прописано разрешение трудиться удаленно и жилье в греции арендованное или свое подготовка и заполнение документов которые надо отправить в приложении министерства иммиграции процедура творческая важно документы сейчас подаются только в электронном виде для цифровых кочевников сегодня подается электронно что это означает мы должны приехать в грецию по визе с шенгену мы должны сделать отметку в нашем паспорте о пересечении границы евросоюза и в этом случае мы можем подавать наши документы на территории греции на сайте министерства иммиграции и политического движения электронно что такое белый сертификат который мы получаем после предоставления всех документов электронно первоначальная проверка документов занимает считанные даже не дни а часы но уже сам факт подачи документов и его подтверждение упомянутый белый сертификат дает заявителю определенные права во первых это право на въезд и нахождение в стране на год конечно поначалу вы получите лишь электронный документ и даже в распечатанном виде он может вызвать недоумение у пограничников правда за всех я не скажу но турецкие и финские понимают что за бумагой перед ними а уж греческие подавно второе что важно кроме права на нахождение в стране заявитель может решить вопросы по открытию счета в европейском банке его по крайней мере если мы говорим о греции могут открыть буквально на следующий день после подачи заявки но вот поскольку интересующихся программой с каждым днем все больше собственно вынесение финального решения и получения пластика это уже двухлетний внж придется ждать первоначально мы подаем документы затем через три-четыре месяца сдаем биометрию и затем около двух месяцев мы ждем конечную карту айди внж цифрового кочевника сегодня возможно с визой с это шенгенская виза с 24 года это будет уже виза д намного сложнее поэтому успевайте и заходите в эту программу по упрощенным условиям подача одобрения а затем и общение с банком процедуры бюрократические не буду утверждать что их вовсе невозможно пройти самостоятельно но то что трудно это безусловный факт подробных инструкций описывающих нюансы заполнения документов и процесса в целом я пока не встречал не забудем еще что все общение по ходу вести надо будет на греческом языке поэтому заявители тем более если внж или счет нужны вот срочно а так последнее время обычно и бывает все-таки обращаются консультантам их контакты в описании к нашему выпуску идем дальше мировой кризис который то ли должен наступить то ли уже наступил бьет по рынкам недвижимости можно говорить что проблемы наиболее явно проявились с последнего квартала 22 года согласно аналитики global property guide в 11 странах старого света за три месяца с октября цены снизились причем без учета инфляции в номинальном выражении то есть когда все вокруг дорожало жилье дешевела хотя статистика за три месяца не слишком показательно анализируя данные за весь двадцать второй год нетрудно найти подтверждение известному факту недвижимость актив консервативный но от высокой инфляции обычно защищающий например в эстонии и литве рост цен в прошлом году составил 20 процентов так и недвижимость подорожала примерно настолько же та же картина скажем в испании цены на жилье выросли на уровень инфляции там она кстати в двадцать втором году самая низкая в евросоюзе около 8 процентов правда в большинстве стран европы недвижимость весь прошлый год дорожала но не так заметно как жизнь и лишь в трех квадратные метры подешевели в швеции финляндии на третьей стране остановлюсь особо рынок германии показал наихудшие результаты в новейшей истории согласно статистике цены в германии на недвижимость в четвертом квартале 2022 года упали на беспрецедентные 6 процентов как объяснить этот парадокс с одной стороны инфляция которая толкала в прошлом году цены на товары и услуги в германии наверх а с другой стороны сектор недвижимости в котором цены падают на самом деле объяснение очень простое первая причина это выросшие ставки по ипотечным кредитам начале года они были порядка 1 на 2 1 3 процента концу года они уже были больше четырех и второе это четвертый квартал это естественно начало отопительного сезона германии цены на энергоносители существенно выросли и люди боялись высоких коммунальных счетов и поэтому соответственно спрос на недвижимость упал а грядущем неизбежном охлаждении немецкого рынка говорилось давно неизвестно было лишь какие именно события и когда запустят процесс в пандемию число сделок сократилось но цены еще ускорили рост который стал слишком высоким для просто стабильного рынка факторы которые сейчас активно влияют на цены повышение процентных ставок все еще очень высокая инфляция общий экономический спад перебои в цепочках поставок кстати эта проблема не решена со времен к вид ну и конечно украинский кризис как будет развиваться ситуация дальше до конца двадцать третьего года экономического разворота в европе не ждут слишком много неопределенностей впрочем резкого падения тоже можно ли на основании новых фактов считать что имидж германии как островка стабильности подорван на мой взгляд нет правильнее будет вспомнить инвестиции в недвижимость это вложение долгосрочные и если на протяжении последних девяти лет цены в германии выросли в среднем на 70 процентов а в некоторых районах в том же берлине еще больше то снижение в рамках одного года не критично собственно сейчас немецкая недвижимость стоит столько сколько и скажем в середине 21 года другое дело что рассчитывать на успешные спекулятивные инвестиции в европе сейчас нельзя но в этом смысле и нынешняя ситуация даже более типична чем та что было 35 или семь лет назад когда волатильность была необыкновенно высота и в заключении в москве продолжается выставочный сезон 31 марта и 1 апреля в экспоцентре на красной пресне empires через неделю property show на тишинке кстати будут работать эксперты из германии компания campus которая участвовала в этой программе и на обеих выставках можно будет бесплатно получить новые издания нашей книжки гид на жительство при она выпускает уже 11 лет новая книжка карманного формата в ней мы кратко изложили ситуацию на основных рынках недвижимости по состоянию на весну двадцать третьего года до встречи на выставках или здесь в интернете через неделю ставьте лайки подписывайтесь на обновления всем мира и безопасности